Доброе утро, мои родные люди, доброе утро. Ну, правда, не утро уже, но все равно. С мамой долго по телефону разговаривала, вот. Так, а где мой кофе? Я вообще-то его себе сделала. А еще хорошая новость. Видно вам, не видно? Мой чемодан! Он вернулся с Волгограда без меня, но ко мне. И... Вчера у Алянки забрала, наконец-то, я его. Но есть еще один нюанс. Аляна, не знаю, выйдет, не выйдет сейчас в прямой эфир. Ко мне сюда, Аляна, ты здесь, а нет. Еще колонку я забыла в машине у Аляны. Вот. Вот такие пироги. Так что, чемодан на месте. Лебешка на месте. Кофеек на месте. Настроение... Тихо-тихо, сейчас, сейчас. Какое у меня настроение? Хихихульное. Нормально. Так, Леб, привет. Почему позволяешь себя так унижать? Я не позволяю себя так унижать. Я не позволяю себя так унижать. Как отдохнула. Вчера очень крутой день был, но не скажу, что это отдых. Прям отдых был. Мы встретились, сделали много дел важных, пообщались, поговорили, проверили, что в студии лазерной пилляции все отлично, все нормально, все работает, как часики, все отлично. Потом встретились с одной нашей подружайкой. У нее, вот удивительно, понимаете, да, вот у нас такое количество знакомых в сфере бьюти-индустрии. Да, вообще в любых сферах, вообще, вот абсолютно в любых сферах, да, что у меня, что у Алянки, да, так как бы, ну, просто. И мы ходим до сих пор вот с такими ногтями, вот с никакими, понимаете? Это же какой-то кошмар. Вчера встретились с нашей подружайкой, у нее своя нейл-студия, да, ну, как бы студия, ногтевая студия. А мы вот, вот с чем ходим, понимаете, да? А мы вот так вот ходим, имея в виду, что его... Ребята, успокойтесь, я говорю, теперь это не моя забота, не моя проблема, там, ну, как бы, родители уже все решили для себя, родители сами будут решать этот вопрос, как бы, ну. И они вступили за меня, как бы, и им стало неприятно то, что произошло мне, честно могу сказать, если бы на родителей, на моих так сказали, конечно же, я бы, наверное, там просто разносила в пух и прах. А когда на меня что-то такое говорят, если честно, мне все равно. Когда меня могут обидеть только мои близкие и родные люди, ну, как бы, как бы, задеть чувства или, там, ну, как-то, не знаю, как-то меня выбить из колеи немножечко. А люди, на которых мне чихать, как бы, меня ровным счетом не трогают никак. Ну, родители решили иначе. Ладно, всем привет, подскажи, пожалуйста, можно... Ребенку 7 лет. Можно ли ребенку в 7 лет ацетилку? Не могу температуру сбить. Ой, у меня же детей нет, я не знаю, я не в курсе, честно. Девочки, у кого ляльки есть, это в 7 лет ацетилку можно или что там? Ну, я вот в этом плане не советчик. Я и, как бы, сами понимаете, вот. Доброе утро и всем привет, вот. Видите, мне очень нравится, когда вы между собой тоже здороваетесь, это очень круто. Одно дело со мной поздороваться, я и так, как бы, понимаю, что, зайдя ко мне в прямой эфир, вы уже говорите здравствуй. Вот. А между собой, вот, общайтесь, здоровайтесь тоже, потому что все мы в одной лодке под названием Инстаграм Либержик. Детям нельзя, 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 видите, нельзя. Так, 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 привет из Красноярска, здравствуйте. Как твои родители? Благодарю, все хорошо, спасибо, что интересуетесь. Вот сейчас только с мамулечкой разговаривала. Либерж, ты красотка, благодарю. С Ангарска тебе привет большой, вам тоже огромный привет. На Дом 2 появился парень, Давид, темнокожий. Наблюдаешь за ним в эфирах. У меня даже телевизора нету, я не наблюдаю. Единственное, что мне прислали ссылку, где на него нападал какой-то парень, достаточно так неприятно, я могу сказать, причем достаточно трусливый. Я не знаю уж, что это за мальчик такой там, светленький такой, вот. И мне вот прислали, вот получается, вот этот вот темнокожий Давид, да, и вот этот вот парень. Но я вам могу сказать, Давид бы его сделал. Если честно, если честно, я не понимаю, по какой причине убрали на телепроекте, потому что очень много драк достаточно происходит. В свое время, когда у нас были такие, ну, сильные драки, да, между участниками, или назревала драка, да, или там уже шли оскорбления, прям, ну, которые недопустимы. В принципе, любое оскорбление недопустимо, но когда уже идет за гранью, у нас был ринг. И я считаю, что это, ну, для мужчин, во всяком случае, это неплохое решение своих проблем, да, это испокон веков было, и это, в принципе, нормально. Когда оскорбляют честь твоей девушки, когда оскорбляют твою честь, да, логично, что мужчина, он должен вступиться, и он обязан как-то защитить и отстоять свою честь, правильно? Так как драки запрещены, давайте делать это более грамотно и правильно, выпускать друг друга на ринг. Можно всегда вызвать на ринг соперника, и уже на ринге выплеснуть весь свой негатив, все свои эмоции, но по правилам, да, и решить раз и навсегда этот конфликт. Ну, Фрост, обезьяна тебя назвала. Ну, кого это красит? Ну, кого это красит? Меня или ее? Ну, скажите мне, пожалуйста. Ну, назвала, окей, что, вот что мне сейчас, вот что мне сейчас делать? Ну, это вот такое вот отношение вообще к миру, к людям у человека, вот то, что она вот совершенно спокойно вот так вот может обзываться. И вопрос другой, за что? Мне просто интересно, за что? Вот просто ответьте мне, вы со мной уже достаточно давно здесь общаетесь, просто вот вопрос, за что? Можно человека вот так вот оскорбить, унизить, принизить? По-моему, мы никогда особо так ничего не обсуждали. Единственный момент, когда я про Фрост сказала, по-моему, это когда она давно еще, давно до там особых супер своих переделок, там всего остального, да, с лицом со всем остальным, она, как же она выразилась, мне просто обидно стало за девушек, и уж точно не из ее уст, как мне кажется, должно было звучать вот эти претензии, предъявы и оскорбления, когда она сказала, ноги моей больше не будет, больше, заметьте, была нога на проекте, но больше ноги ее не будет на проекте, пока все, типа, участники телепроекта «Дом-2» не предоставят ей справки, что они здоровы, как бы справки не психически здоровы, да, а то, что ей неприятно даже находиться в одном помещении, в одном месте, да, с девочками, которые раздают себя направо и налево, и неизвестно, типа, чем они болеют, и все остальное. На что я сказала, интересно, а Лера Фрост сама-то пришла со справкой на телепроект «Дом-2», ну, вот так вот, она же тоже была на проекте, да, как бы, вот. Вот, и тоже вопрос, что ж ты тогда не принесла справку и не показала, там, свою чистоту тела, ну, вот, как бы, и насколько ты вот такая вот вся, ну, вся такая, понимаете, да, вот все, что я сказала, и меня это возмутило, потому что, как бы, ты на себя сначала смотри, и потом про кого-то что-то говори, да, ну, как бы, себя начни тогда, раз ты такая борец за чистоту, за правильные, там, связи половые, да, и, как бы, если ты такая настолько порядочная, чистоплюечка и все остальное, да, как бы, ну, так покажи на своем примере. Пришла бы на телепроект «Дом-2» со справкой сразу же сказала, я чистенькая, да, не девственная, но чистенькая, смотрите, вот, меня целовать, чпокать можно, вот, потому что у меня есть справка. Да, вот так вот, а потом требую от других тоже эти справки, да, как бы, вот, перед тем, как спать с человеком, перед тем, как, там, сидеть за одним столом, кушать, пить за одним столом, тоже справки спрашиваю, потому что, ну, а как иначе-то, и вообще, как бы, ну, вообще, в принципе, без справок к тебе не подойти же. Вот и все, что я сказала, вот. Здравствуйте, Лебеш, помнишь песню, которую ты пела, когда выиграла конкурс «Человек-года»? Такая, да, классная песня, да, а это, сейчас, сейчас, сейчас вспомню. Ты мне приснился намного раньше, чем пришел. Это же песня, да? Я представляла, как тебя нашла, да, клевая. Только я не понимала, что просто встретиться мало, надо, чтобы сердце сердцем связь была. Да, там, мы... Блин, представляете, забыла. Мы не подходим... А, мы, мне казалось, подходим больше. А, нет, мы, мне казалось, подходим больше. Не, 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 блин, слова забыла. Забыла, забыла, забыла. Казалось, подходим. Вот так вот, нужно переслушать песню, я быстро вспомню, как бы, ее. Голос классный, спасибо, спасибо. Благодарю, 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 благодарю. А, мы, мне казалось, подходим точно, но порой... Спасибо, что напомнили. А, мы, мне казалось, подходим точно, но порой... А, я... Но порой... А-а-а-а, я забыла песню! Неужели я и Аллилую забыла? вы представляете как вот все из памяти просто вылетает мне казалось подходим точно так любишь почему не занимаешься вокалом ребятки поверьте но порой с тобою рядом стало трудно мне только я не понимала что просто встретиться мало нет 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 блин я все перепутала мы мне казалось подходим точно но порой с тобою рядом стало трудно мне то от меня убегаешь то от себя не пускаешь надо чтобы сердце сердцем связь была да скажи мне кто я для тебя все вспомнила скажи никто я для тебя и на вопрос ответ сам себе да зачем тебе любовь моя а может это тоже снится мне а может это тоже снится мне да клевая песня клевая все все вспомнила фрос спросили как она относится ко мне она сказала как я могу как я могу к этой обезьяне относиться ну вот ответ ответ человека который который из кожи вон лезет и пытается всем показать свой псевдо аристокрит аристократизм какой-то я не знаю якобы бомон ну что вы что ребят высший свет сливки общества вот пожалуйста вам сливки общество так малышка привет привет к кофе вкусняшки буду да давайте мы с вами небольшую гадость сделаем так как у меня более-менее лицо еще недостаточно прыщиков еще на лице надо сделать одну гадость ну все ну все африканка сказал что ты пиаришься за ее счет ну больше же нет достойных кандидатур конечно именно за ее счет ребят вы тоже тут в прямом эфире сидите чего вы пиаритесь за и вообще за счет обсуждений сие великих персон тоже не тут высказываете понимаешь свое мнение вообще никому нафиг не нужное по их мнению но теперь доброе утро и всем хорошего дня за дастыш фантастыш прям смакую девочки если есть сейчас маленький кусочек шоколадки если есть сейчас возможность сделать себе кофеек берите кусочек шоколад делать себе кофеек пейте кофеек и наслаждайтесь как вот эти два ингредиента растворяются в вашем прекрасном ротике это шикарно у тебя же ваши отношения скорятины никаких отношений никаких отношений а никаких дразнишься чуть-чуть не обращай внимания ты супер благодарю я и не обращаю если вы не заметили доброе утро у меня торт в стиле сникерс кайф побежала вот я поняла какой торт папе на день рождения в том году мы заказывали кстати девочка из уфы очень круто делает тортики просто нереальные вообще всякие такие вот заказывали ему как раз таки да торт сникерс он очень вкусный очень вкусный и красивый вкусный у меня где-то в посте до сих пор висит и ссылка на нее и вообще в принципе если кто из уфы кому нужные тортики вкусненькие вот это только к ней по любому блин просто бомба она и мало того что оформляет офигенские его у нее было времени один день меньше даже вот и она получается этот торт сделала в ночь и уже на следующий день не его привезла по моему так или даже в этот же день в день рождения мы уже сидели да мы уже сидели за столом я мама папа папа уже не подозревал все подарки были подарены мы сидели за столом обсуждали общались там на те или иные темы но мы с мамой уже знали то что тортик будет вот и папа спасибо большое но он у меня вообще очень благодарны спасибо и он уже был счастлив мы с утра с мамой спели ему песню с днем рождения до на французском языке и все ему больше уже ничего не надо было никаких подарочков ничего ничего вот все уже мы рядышком я прилетела а в его день рождения получается да это для него уже подарок понимаете ну конечно же сделали ему потом еще такие свои своеобразные подарки но я всегда деньгами дарю вот дальше купит сами что нужно вот и это и вечером уже да как бы он уже не ожидает что ему что-то еще подарит вроде бы все уже сказано все уже подарено вот и вот звонок и все открывается дверь а там тортик большущий классный папа это мне как ребенок вообще вообще а вы замечали девочки при всей суровости мужской да вот мужчина вот я говорю именно о мужчинах именно с большой буквы да как бы действительно порядочных таких вот солидных хороших ну там серьезных ответственных при всей их вот серьезности вот этой вот да они иногда иногда как дети вот даже касательно сладкого у меня папа такой сластена если бы только знали вот он причем вида не показывает то что ему очень вкусно понимаете ну как бы ну а как мужчина может это мы с вами тут а бог ты мой как вкусно это мы с вами можем ну представляете у меня бы папа такой естественно нет вот он а конфетку и видно что ему вкусно и видно что он так любит сладкое но ведь не показывает вторую третью четвертую пятую шестую это понимаешь то что просто обожает сладкое добрый день процотка здравствуйте либерш ты куришь при родителях нет никогда никогда либерш были после ухода с проекта любимчики затем себе было интересно смотреть и когда кого уважала ребят мне очень сложно судить потому что я знаю ребят ситуации всякие разные бывали и на проекте каждый по-разному реагировал на них и и ошибки допускали да многие я как вам сказать ну наверное это будет немножечко не этично сейчас говорить плюсы и минусы да людей по по своему мироощущению да по своим поэтому наверное я не хочу задеть кого-то вот но в принципе по тем качествам которые мне мне приятно и мне приятно общаться с людьми можно посмотреть на тех участников на кого я подписана да что-то алиана написала и сама не поняла что написала мне сейчас вот вот на кого я подписана с теми я общаюсь и поддерживаю связь хотя многие да вспомнят какие-то негативные моменты как 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 касательно как как их участие на телепроекте дом 2 да не все мы не ангелы да но просто кто-то в большей степени да там показал показал и проявил вообще показал и проявил вообще свое гнильё да кто-то в меньшей степени и постарался исправить хотя бы свои недостатки да и стать лучше я не хочу перечислять но ребята еще раз говорю на кого я подписана здесь в инстаграм я со всеми общаюсь вот на кого я не подписана с теми я не общаюсь потому что они мне не близки вот ну из таких вот как вот я хуже относиться не стану например вот давайте так давайте сейчас начнем с тех кто был вот буквально недавно на проекте или кто до сих пор на проекте до находится надя ермакова да мы с надей ермаковой очень хорошо общаемся да я она очень хороший друг вот но я могу вам сказать это с полной уверенностью да вот как человек который дружит дружит именно да вне периметра вне вот этих скандалах вне вот этих интриг к ней сюда можно обратиться она сделает максимально что ее попросишь да если это в ее силах она даст совет как сказать ну максимально влажа в него душу и совет и опять таки я говорю совет другу насчет других я не знаю да вот кто с ней общается да там ну товарищу близкому человеку да но но конечно же есть много но которые немного удивляют немного поражают немного как бы ну удивляет я не знаю я давно с надькой не созванивалась но я ее сейчас не хочу тревожить потому что ну во первых она одна на проекте и скорее всего это ее защитная реакция ее поведение данной проекте она как бы так достаточно я не знаю в общем надо делает все сильно но если она на проекте то она прям во всех темах в полностью погружается в жизнь проекта и все она только этим и живет если она в работе то она по полной программе бомбит на работе там вот это вот все если она дружит то она дружит вот пока извините там что-то вообще катастрофичное не произойдет если она любит она любит до потери пульса до последнего она максималистка понимаете да и как бы говорю же то что если у нее включается защитная реакция то вот иногда она проявляется немножечко странновато ну для многих людей да но опять-таки осуждать ее осуждать или как-то там что советы давать уже взрослые люди все в принципе да совет давать не стоит стоит единственное что либо поддержать либо не поддержать в той или иной ситуации просто высказать свою точку зрения дальше она как взрослый человек сама примет решение правильно она поступила или нет потом дальше саймон например вот вчера мы только встретились саймоном мне его качестве как человека очень как сказать по душе многие в нем видят такого никого отчасти агресс агрессивного парня отчасти такого знаете немного грубоватого мужиковатого да но я вам могу сказать саймон из разряда мужчин который для которого нет выше ценности в жизни чем семья потому что он сам был лишен этого понимаете о чем я говорю он из разряда мужиков которые никогда не позволят тому чтобы женщина как вам сказать им чтобы зависеть от женщины понимаете да чем я говорю это будет бить по его мужскому достоинству либо он разобьется в лепешку и станет круче нее до не принижая ее успеха и и достижения либо он не сможет наверное жить с такой женщина которая будет в разы несколько раз круче честно я бы очень хотел чтобы у него действительно сложилась крепкая семья и много деток он с детьми находит общий язык вот так на 1 2 он 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 качественный человек что и касательно работы он один из немногих ребят мальчиков заметьте да кто после периметра не растерял себя далее что первый его уход вспомните да он активно начал заниматься но и до этого он конечно же занимался спортом да но медийность ему конечно же сыграла в плюс да и он продолжил свое вот это вот движение он занял первое место по бодибилдингу да там я не помню да на каких соревнованиях насколько достаточно масштабные да они были я не помню первое место по бодибилдингу и что-то там вот он собрал очень крутую клиентскую базу он насколько я знаю расписывает спортивно расписывает полностью правильное питание да для людей кто хочет похудеть да у него свой курс идет у него своя программа да для похудания там поддержание фигурки он действительно развивается в этой сфере что не скажешь о многих ребятах которые ушли и ушли достаточно давно с проекта тишь да гладь да божья благодать вообще ничего не слышно и не понятно чем они занимаются и не понятно вообще как говно в проруби простите извините не туда и не сюда девочки еще как-то там пытаются выехать за счет чего-то не создают ровным счетом ничего своего там как бы свой наземный какой-то бизнес или какие-то проекты или может быть развивать свои таланты нет как бы зачастую это выходит либо уходит ту же сферу работы откуда и пришли большое количество сами понимаете на проект откуда оттуда вот и они продолжают этим заниматься только ну теперь они медийные теперь будьте любезны побольше вот побольше цветов вот либо 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 реклама там не знаю чем они еще занимаются вот но это вообще у меня страшный сон если инстаграм становится единственным способом заработка в жизни это провал просто провал инстаграм это это хобби наверное да это частичка жизни отдушина где ты советуешься общаешься разговариваешь конечно же ты можешь с инстаграм зарабатывать и как бы это тоже неплохой заработок да если это ставить наверное на поток но вопрос а нафиг это надо твой инстаграм это твоя твой маленький мирок и что у этом мерке происходит кроме рекламы ничего иногда заходишь к блогерам узнать а как вообще он что он за человек такой а ты понимаешь что кроме рекламы там нет ровным счетом ни фига и нафига мне такой блогер у у меня подписка нафиг не нужен у меня же больше степени в не в большей степени 90 процентов моего материала который в инстаграм это я моя жизнь мои друзья мои родные близкие мои переживания мои радости веселье там я не знаю грусти ночки всякие разные ты лучше любишь счастье тебе благодарю реально это заслуживаешь вот я заслуживаю счастье а это не сами на ли тебе нравится как молодой человек но он симпатичный мальчик хороший как бы даем типажный ребят у меня уже не тот возраст чтобы обращать внимание вот прям такое ярое на внешний вид вот так что мне очень большое количество времени нужно чтобы понять распознать человека и принять решение для того чтобы с ним начать отношения или остаться друзьями может быть или даже друзьями не оставаться как будто всякое бывает поэтому как так можно отметить я говорю как человек саймон очень приятен в общении вот при всей его говорю же такой немного агрессивно при всем его к таком немного агрессивно внешнем виде да он очень человечный мальчик растет и поверьте ему и ласка и забота нужно как бы постоянно стоять на страже и отбиваться от кого-то от чего-то но это очень сложно и логично почему это тоже защитная реакция весь его внешний вид весь его агрессивный внешний вид это его защита конечно он своим душу свое сердце защищает каждый защищает как может так посмотрим нарезки старых выпусках сегодня лерка мастерко у меня утро с чего началось сегодня лера мастерком я присылает мне видео где она его наговорил я не знаю где у меня драка от позорище какой где у меня драка с винцы славу я и смеюсь и плачу называется это просто что это было вообще такое а лерка еще подписала лид горит бедный венчик горит как прутик горит тенип тенип горит туда-сюда ты его горит затыркала короче там и я вот про себя думая и анализируя вспоминаю что у меня все драки которые были на проекте стыдно не спорю можно было бы сдержаться но у меня все драки на проекте были либо я защищаю кого-то из тех с кем я дружу на проекте да и поэтому я ввязываюсь в эту драку или защищаю как-то либо по мне проходится по цвету да там или национальным каким-то признакам либо трогают моих родных все у меня других драк не было понимаете да как бы у меня не было меня как то а ну в отношениях еще конечно в отношениях но отношения это другое это абсолютно другая стезя и как бы вот эти вот конфликты неприятные ссоры и ругань ну конечно оставлял желать лучшего такая простая добрая искренняя очень нравится позиция твое мировоззрение близко это очень радует это очень радует а мне тоже очень нравится и то что вообще здесь подписчики у меня собрались которые смотрят приблизительно в одну сторону со мной во всяком случае я надеюсь но у меня нету подписчиков которые полностью но у которых полностью разница жизненная позиция с моей ну как бы вот так вот нам в принципе не интересно было бы наверное постоянно конфликтовая липи как относишься к украине хорошо отношусь к украине я была в украине один единственный раз с ванькой барзиковым он же сам запорожья и вот он меня повез когда ознакомиться с мамой и бабушкой своей мы поехали в запарижье вот мне очень понравилось и бабушка у него если честно мне удивительно по какой причине вырос такой злой мальчик да вот сейчас уже мужчина вернее мальчик он еще был нормальный как бы ну как нормально все равно агрессивный да но это можно было скинуть на юношеский максимализм какой-то да вот то что он такой вот это вот все там руку мог поднять но все равно это не есть правильно не есть хорошо но вот сейчас он уже озлобленный такой озлобленный мужик мужичок уже возраст как бы вот это вот все но а его родных у меня только самые добрые впечатления у него бабушка представляете его бабушка она прям как из сказок вот прям русские народные сказки вот знаете вот такая вот такая прям бабушка бабушка так вот и она прям еще и с пирожками все как надо понимаете да вот вот это вот все как же она мне вообще мама у него очень спокойная красивая женщина вообще такая вот она прям да ну в общем впечатление шикарные остались мы там не запорожье мне сказали что так правильно говорить запорожье а не запорожье запорожье это на русский лада а на украинский запорожье о ком речь да ни о ком просто спросили как отношусь к украине ну и вот и мы там гуляли в парке гуляли потом зашли в естественно там корчма ну корчма да правильно же я сказала ну короче и было очень вкусно а вы знаете я люблю покушать было очень вкусно прям вообще да и вальцам тоже вкусно готовил сейчас уж не знаю сейчас скорее всего он уже пьет смюзи и кушает сельдерей уже никакого отношения практически не имеет украине он уже все вырвался свет смешно вот жду в жду в херсон благодарю у вас есть парень есть ухажеры от которых я принимаю с удовольствием момент ухаживания комплиментов хожу на свидание общаюсь если общий интерес вообще замечательно вот когда ждать башкирии тебя и бежик а я вот летом же только-только была в башкирии а у вани есть отец насколько я знаю его мама и бабушка воспитывали вот пожалуйста односторонние как бы воспитание тоже дает себе знать какая же вы красок благодарю блин я на борзиков тоже подписано он мне нравится я не говорю в нем и хорошие качества тоже есть но хороших качеств раньше было больше сейчас видим с возрастом немного стал черствее грубее части ты была в молдавии нет но я подружка молдаванка это считается но мне я тоже не было какой какой кошмар почему он почему он постоянно вас бил спросите у него откуда знаю когда у человека особенно у мужчины в момент спора с его женщиной не хватает доводов аргументов и словарного запаса ее пути померить тогда вход идут кулаки потому что тут то он точно уверен что он сильнее вот и все вот и ответ ты общаешься с никита кузнецова вот ну да недавно с ним созванивались да у него все хорошо все прекрасно он немножечко отошел от от как сказать от медиа пространство да вот и в большей степени себя посвятил отношениям своим у него девочка все хорошо они вместе живут как поживает женя роднева откуда же я знаю у него и спросите вы же на моей страничке вы можете спросить как я поживаю вот алибеша ты не чувствуешь себя одинокой нет если бы я чувствовал себя одинокой у меня была бы депрессия я бы закрылась ни с кем бы не разговаривала жалела бы себя и говорила бы как бедная несчастная и одинокая нет ну что как как можно быть одинокой в таком огромном прекрасном мире мне жалко людей которые в этом мире тебя ощущают одинакими очень жаль я не одиноко я довольна всем я каждое утро просыпаюсь благодарю благодарю вообще за то что вообще вот со мной происходит что у меня происходит что я могу делиться позитивом что со мной делится позитивами я не знаю у меня очень 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 редко когда бывают такие стадии ты ты вчера уехала я чувствую себя одинокой алиана у тебя в машине моя колонка где она все перестала чувствовать себя одинок у вас есть кошка нет нету у меня животных нет дай телефон ты же обещала вот кстати хороший хорошая напоминалка где колонка смотри алян колонка была в правый получается в двери с местом не водителя а соседнее место рядом с водителем в двери там была колонка моя такая кругленькая черненькая если ты мне не клала в чемодан то она там и должна продолжать ну приеду поищем хорошо хорошо вот а чем по поводу телефона аляна с нами да аляночка здесь можете ей передать привет она тоже умничка старается старается и работать над собой и вообще она молодец а вот и твои еще у меня но ты роберту скажи чтобы он больше не прикасался к нашел бы а то я не очень хочу ехать потом на московскую свалку знаешь и там копошицы ковыряться в поисках за понимаешь как бы обувь туфли ювелирные изделия должны быть дорогие вот телефон свой дай будем звонить ребятки я да я обещаю вам скинуть сегодня суббота завтра я обещаю вам завтра скинуть свой номер телефона который я специально подготовила для вас вот по которому я буду созваниваться только с подписчиками и больше ни с кем вам нужно будет этот номер телефона обязательно сохранить к себе в записную книжку большая просьба так как бы да можно созвониться просто так я не спорю да но но желательно конечно же там хотя я не буду даже ограничивать позвоните позвонить наверное мы выберем несколько дней в неделю до по которым мы будем созваниваться с вами всем привет ребята лучшие подписчики лебежки вот вот видите как вас оляночка любит вот мои подписчики самый лучший в мире ну и чуть-чуть твои тоже ладно а так уж и быть ну мои самые лучшие а твои вот так чуть-чуть тоже любишь приди на дом 2 снова спасибо большое я вам тоже добра желаю спасибо приятно вот видишь алян так привет вы очень позитивная стараюсь вот сделаем график может быть какой-нибудь звонков там или еще чего-нибудь да можно будет созваниваться там например воскресенье воскресенье будем созваниваться по каким-нибудь там любовным может быть вопросом или переживанием если у вас какие-нибудь там тяжелые отношения постараемся дать совет или еще что-то да такое можно даже совмещать прямой эфир и звонки ваши тоже очень прикольно будет многие просто не хотят да например показывать свое лицо или говорить кто именно они но так как нас много и мы можем дать гораздо больше советов нежели там я одна понимаете да вот например дозвонились в прямом эфире о дозвонились в прямом эфире до меня рассказали свою историю можете не представляться сказать там например вот меня муж там поднимает например на меня руку там или там тяжелое положение какой-нибудь или наоборот поделиться позитивом сказать у меня сегодня день рождения поздравьте меня все знаете вот и уже вместе как-то не знаю помочь да давай это номер всегда будет нет этот номер всегда будет занят нет я не думаю что он будет всегда занят как бы ну все мы же адекватные как будем по очереди как-то либо также заявки кидать например или я сама буду перезвонит вы будете мне звонить не я сама классная благодарю ну она же идея согласитесь ли ты прикольная а идея привет ответь пожалуйста про кого генетику ничего не поняла вот ты съела шоколадку и наелась тебе не хочется еще съесть ребят хочется вот я видите я смакую я по чуть-чуть кушаю но как бы смакую хочется но нельзя ребят вы знаете у меня очень проблемная кожа и в большей степени это от шоколада от острова понимаете на и все у меня сразу же все на лицо а это не есть хорошо и не круто так 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 нужно специально покупать отдельную симку на звонок нет не симку зачем нужно скачать но я вам потом расскажу давайте мы с вами выйду в прямой фильм но сегодня вряд ли я может быть и сегодня вечером я выйду в прямой эфир и вам сообщу но вообще я хотела на завтра вам сделать прямой эфир вот по поводу этого номера телефона и сказать как его вообще записать и для чего и и объяснить чтобы не было каши у нас в звонках в общении идея хорошая общаешься с корякина не общаюсь и лебеш привет сахалина здравствуйте лебеш ты веришь в дружбу после 30 конечно конечно дело как чайф оскорблял вас на ляну пипец ну пипец так пипец лебеш ты веришь в секс после 30 больше в дружбу и так смешно ребят вот честно до 90 процентов бывших участниц телепроекта дом 2 девочек да и не только и среди ваших знакомых я больше чем уверена вот так вот да большинство людей осуждает то что они шаболды да там ну как бы шлюшенцы там ведут себя непорядочно недостойные все остальное фу проститутки кричат ами а меня оскорбляют за то что у меня нету наоборот мужчин понимаете это как вообще не то у меня там все заросло кто пишет то что у тебя там паутиной все покрылась то пишет то что так ну короче вы понимаете вообще никак не угодишь чпокаешься проститутка не чпокаешься ну просто фу прям вообще кончи то это очень красиво с утра прям краш не бывает а номер и не было еще завтра до завтра я выставлю наверное пост вы запишите мой номер можно даже наверное ссылкой на себя может быть я вы а а кто вообще в курсе есть у тебя кто-то или нет ты в курсе такая ой я типа не в курсе да что ты в курсе ты знаешь конечно знаешь а я верю секс и после 50 браво вот тут вот отлично арианочка понятно у меня еще не все потеряно понятно съедим шоколадку эндорфин счастье ой есть я и Продолжение следует... Продолжение следует...